Самое масштабное предварительное голосование, так говорят в Единой России. С 24 по 30 мая в Праймерис партии приняло участие около 10 миллионов россиян, большинство онлайн. Так на Алтае через интернет свой голос отдали почти 80 тысяч человек. Но наш край стал одним из двух сибирских регионов, где проводили смешанный формат Праймерис. И тех, кому дорого живое волеизъявление, ждали на участках воскресенья. В большинстве случаев у меня предстоит новую фамилию. А почему? Новые лица. Это интересно, это позитивно. Тем более от партии Единой России. Люди, которые выступают за продолжение нашего развития города, развития края, соответственно, непростые люди. Они вкладывают в это много сил. Я считаю, мы со своей стороны, как народ, должны поддерживать их. Праймерис создан для внутрипартийного отбора кандидатов от Единой России на выборы в федеральный региональный парламент. В этом году организаторы отметили небывалый интерес среди тех, кто готов себя выдвинуть. Очень активный был период выдвижения. Практически на 30% больше, чем это было в 2016 году. В целом, если брать в Государственную Думу, в два раза больше, чем в 2016 году. Мы выбираем из 438 кандидатов именно тех единомышленников партии. Мы процедуру предварительного голосования проводим для того, чтобы как раз позволить не просто в кабинете определить, кто пойдет от нас на выборы, а чтобы жители именно определили, а кандидаты могли с друг другом в конкурентных, честных условиях посореноваться. Четыре бюллетеня, соответственно, два по спискам, два одномандатные кандидаты, по одномандатным округам кандидаты наши, ну и пусть победят сильнейшие. По словам руководителей организации, на территории которых в воскресенье базировались счетные, а не участковые избирательные комиссии, так они называются в рамках праймерис, жители лишь недавно разобрались, как работает предварительное голосование. Было очень сложно объяснить людям, что такое. Они путали этот процесс именно с выборами. Это не срез, не анализ, а именно выборы. Вот сейчас уже действительно люди понимают. Нам необходимо поддержать действующих депутатов, и люди видят их работу. Наш район начал развиваться в последнее время очень хорошо, и наши депутаты в этом очень помогают, и не только району в целом, но и жителям каждому, и мне в том числе. Поэтому не проголосовать я просто не могла. И сейчас проголосую, и обязательно приду осенью. Итоги праймерис озвучат в ближайшее время, однако это еще нельзя будет назвать победой. Утверждать кандидатов в Госдуму будут в Москве, а в краевое сахсобрание – в региональном отделении партии в конце июня. Анастасия Дороган, Алексей Презин, День с толком.